С праздником, дорогие друзья! 20 лет назад состоялась премьера мюзикла Норд-Ост, а 10 лет назад, вдумайтесь, 10 лет назад мы собрались на Дубровке, почти всей труппой и всеми нашими службами, весь коллектив, который Норд-Ост делал, мы собрались, чтобы посмотреть фильм, который сняла Лена Маленкина, наш пиар-менеджер. О Норд-Осте. И пообщаться, обняться. Через 10 лет, встретившись, мы только начали вспоминать наши какие-то приключения во время проката, наши какие-то сценические байки. Начали петь наш мюзикл. С любого места мы начинаем петь и поем до конца. Абсолютно не останавливаясь, оказалось, что мы все помним. Более того, именно тогда мы осознали, что ничего лучше мы в своей жизни не пели. Никогда. И Алексей Игоревич Иваченко, и Георгий Ильянович Васильев сочинили что-то такое, что-то такое проникающее под кожу, меняющее ДНК, и буквально становящееся частью тебя. Потому что все, кто к Норд-Осту прикасался, все семья и родственники. Это научный факт. Вот тогда родилась у нас идея сделать такую камерную концертную версию под фортепиано только для себя, только для себя. В жанре бойцы вспоминают минувшие дни, что-нибудь такое. И мы эту версию сделали, нам в этом помогла Таня Солнышкина, наш концертмейстер легендарный. Солнечный. Да. И наш музыкальный руководитель, она помогла нам сделать все хоры. Мы сделали избранные сцены, так сказать, из спектакля, а все остальное мы болтали, что-то шутили, отвечали на вопросы зрителей. Это была такая встреча... Шутил Маркеттон. Сугубо ностальгическая. Маркеттон. Прошло пару лет, и нас пригласили на гастроли в Америку неожиданно. И тогда мы уже сделали более-менее полную концертную версию, за исключением детских сцен и таких сцен, которые без танцев не имеют смысла. Такие тоже сцены есть. В этом спектакле обязательно должны быть. И каждый раз мы, собираясь, ощущаем себя на 20 лет моложе. Ну, ладно, это... Это очень личное. Самое главное. И не самое главное. Так вот, стали мы собираться нечасто. Конечно, потому что такую компанию часто не соберешь. Это очень востребованные люди. Мы собираемся с тех пор раз, два, три, четыре раза в год. Выступаем в разных городах и странах. Но каждый раз в октябре мы собираемся обязательно в Гнезде Глухаря, потому что это первый зал, который нас принял как родных, который стал нашей репбазой и нашим домом. Вот и Гнезду Глухаря большое. Спасибо, Заяц. Несмотря на то, что сейчас на этой сцене стоят звезды музыкального театра, лауреаты из золотых масок. Это проход с годами. И даже целый голос московского метро. Алексей. Докажите. Следующая станция – театральный центр на Дубровке. Все равно мы все одна семья. Мы все юные, прекрасные. И чувствуем сопричастность к чему-то необыкновенно великому, большому, чего до нас никто не делал и не сделал впоследствии. Вам есть что добавить, друзья? Петр Николаевич. А вам Алексей Игоревич. Алексей Игоревич Иванович. Спасибо! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.